Ну что ж, я извиняюсь за дикий вой воробьёв за окном, они что-то сегодня оголодали, вылили уже целую кормушку. Мы поболтаем про МЛА-30 антенну, рамочную антенну активную, которая доступна на Алиэкспрессе за примерно две с лишним тысячи рублей. Радиолюбители её уже разумеется расковыряли разрывельсили и вот что выяснили. Вот перед вами её схема, сделана она на видеоусилителе TL-592B, у которого шум аж 12 дБ, и это правда. Вот мои же скрины измерений шума, то есть я закоротил вход усилителя и включил питание. Вот это у нас с выключенным питанием минус 118, вот это с включенным питанием минус 104, просто шум. 14 дБ совершенно лишнего шума. По поводу схемотехники. Здесь используется виртуальная земля, я так понимаю, средняя точка для... Поскольку усилитель дифференциальный, двуполярный, они решили не давать смещение на входы и выходы, а просто поднять землю над минусом. Но это мелочи, на самом деле. Самое ужасное в этом усилителе это то, что здесь, насколько я понимаю, используется фильтр с характеристическим сопротивлением, фильтр обрезающий всё выше 30 МГц, с сопротивлением чуть в районе 50 Ом, насколько я понимаю. Что в этом плохого? Плохого в этом то, что вот этого вот усилителя, входное сопротивление порядка килоома и выше, выходное сопротивление рамки единицы Ом, и между ними стоит ФНЧ с характеристическим в полтинник. Это всё приводит к тому, что... А, вот импедансы. Это всё приводит к вот таким вот левым совершенно резонансам на частоте примерно в 7 МГц. Вот здесь, вы видите, люди добавляли сопротивление на... вот в эту точку. Резонансы сглаживаются, но тем не менее остаются вот эти вот горбы. Так что, как вы видите, дизайн тот ещё трэш. Но, тем не менее, работает. BST, блочок питания по кабелю выполнен на преобразователе на DC Boost. У него частота включений, частота ключа, ШИМ, но там не ШИМ, там вполне возможно, что действительно частотная импульсная модуляция используется около 2 МГц. Но это всё зафильтровано достаточно надёжно, и мне не удалось увидеть разницу между выключенным и включенным вот этим DC-инжектором, когда я проводил тесты с приёмником MCI-SDR. То есть, я подключил на его вход этот блок без антенны, включал-выключал питание, и нет никаких шумов нету нигде. В этом блочке также есть примитивный атонюатор, не очень-то умное решение, но пусть будет довольно удобно, тем более, что блочок разбирается без каких-либо раскручиваний и так далее. Так, ну вот вы видите, усиление максимум 30, минимум 10 дБ, его можно регулировать вот этим вот резистором. Это единственный резистор, видимый на плате под компаундом. Собственно, здесь можно закончить на этой страничке. Как вы видите, дизайн довольно трэшовый. Мне удалось, ну как сказать удалось, что там сложного-то, сравнить антенну с антенной MiniVip, так как я заказал их обе на Алиэкспрессе, я заказал самый дешёвый MiniVip без корпуса. Вот, собственно, картинка. Вот у нас MiniVip, как видим, одни шумы. Вот у нас MLA-30, и вот у нас 8-метровый лучик, мой любимый. Собственно, разница есть. На 8-метровый луч прут шумы, так как он заземлён на арматуру, я так понимаю, некие токи текут через арматуру и создают вот эти вот помехи, особенно заметно, когда лифт едет, это кошмар. Какой-то на частотах до 3 МГц. Абсолютные уровни, ну, где у нас здесь примерно 72. Абсолютные уровни на несколько децибел ниже, чем на мой 8-метровый луч с балуном 9 к 1. На MiniVip мне так не удалось вообще ничего понять, поскольку всё было в шумах. Ну вот, у нас есть. Давайте определим по вот этой вот точечке, сколько у нас, 74, здесь 72. Ну, видимо, с MiniVip она примерно по абсолютным уровням сравнивается. Ах, да, антенна MLA-30 и MiniVip в тесте висели на расстоянии 1 метра от стены где-то, на лыжных палках. Я их переключал, так что это не в один момент времени засняты. Откуда такая разница между MLA-30 и MiniVip? Есть две причины, по которым MLA-30 более помехоустойчива, чем MiniVip в городских условиях. Первое, это сама природа помех. Обычно ситуация такая, у нас есть некая удалённая радиостанция, которую мы хотим поймать. Есть под боком некий источник помех. Судя по радиолюбительской литературе, помехи, излучаемые различными электроустановками в ближней зоне от этой электроустановки, это такой антенный вполне термин, ближняя зона, ближняя, средняя, дальняя зона, они определяют различные соотношения между электрическим и электромагнитным полем, ой, и магнитным полем. Так вот, в ближней зоне электрическое поле помехи велико, а магнитное, наоборот, мало. То же самое происходит и у радиостанции. Если там используется какая-то электрическая антенна, то есть вертикал, допустим, укороченный, очень близко к нему, электрическое поле огромное, магнитное, маленькое, потом они постепенно выравниваются, и их соотношение в дальней зоне равно волновому сопротивлению вакуума. Вот они к нам сюда приходят в точку приема, и здесь у нас под блоком есть некоторая электроустановка, которая тоже излучает в основном электрическое поле, и уровень этого электрического поля значительно больше, чем уровень магнитного поля. Мини-ВИП это, по сути, датчик электрического поля. То есть, когда мы помещаем его в эту точку, вот, допустим, у нас где-то рядом от электроустановки, далеко от радиостанции, он у нас принимает вот такой вот уровень электрического поля от радиостанции удаленной, и вот такой вот уровень помехи от ближней электроустановки. Соответственно, сигнал-шум у нас никакой. Если мы же в эту точку помещаем магнитную рамку, она у нас принимает вот такой вот уровень магнитного поля, и гораздо более, ну, не такой уж низкий, но все-таки гораздо ниже, чем уровень электрического магнитного поля помехи. Соответственно, уровень сигнал-шум у нас получается выше. Вторая причина, это то, что называется в английской, скажем так, литературе, common mode. Помехи. Вот у нас стоит незаземленный компьютер, которому через радиоприемник подключены у нас, допустим, вот через два радиоприемника две антенны, мини-вип и нашу МЛА-30. Компьютер не заземлен, он отключен, он воткнут в электрическую сеть, в которой гуляют помехи. Это все можно выразить вот таким вот источником помех между массой компьютера и землей, то есть некий генератор шума. Мини-вип у нас антенна несимметричная. Это можно выразить вот так вот. Попробую сфокусироваться. Мы отрисуем это через одинаковые усилители. То есть, допустим, если бы в мини-випе стояли не пара транзисторов, а операционный усилок, он был включен вот так. Один электрод у нас на антенну, второй электрод у нас на землю. Вот у нас приходит электромагнитная волна. Ее напряжение, ну и напряжение, да, на антенне в этой точке будет равно напряженности поля, умноженной на высоту от земли до этой точки. Но у нас есть второй электрод усилителя, на который приходят вот эти вот помехи через массу компьютера и по оплетке. Ведь у нас второй вход усилка подключен на землю, на массу и на оплетку кабеля. Соответственно, на выходе у нас будет некая сумма между принятым радиосигналом, электрическим полем, умноженным на высоту, и напряжением шума. Оно не ослаблено. Мы, по сути, взяли антенну и к одному из проводов антенны подключили вот этот вот генератор шума. В случае с магнитной рамкой все иначе. Вот у нас идет магнитное поле, оно проходит через нашу петлю, которая имеет некий радиус, некоторую площадь. Петля у нас подключена к дифференциальным ходам усилителя. С оплеткой у нас ни один из ходов усилителя не соединен. Соответственно, вот это напряжение шумов, оно просто гуляет по оплетке и не влияет на тот сигнал, который выдаст усилитель между центральной жилой и оплеткой кабеля. Соответственно, у нас напряжение на выходе усилителя этого МЛА-шки будет равняться просто напряженности магнитного поля, умноженной на площадь рамки, площадь контура вот этого, через которое это поле проходит. Соответственно, на МЛА-30 вот эти вот помехи, которые генерятся в электросети, они действуют гораздо-гораздо слабее. Нет, вы слышите это? Ну, в общем, вы поняли. Между мини-випом и МЛА разницы не будет. Если вы отнесете их подальше от дома, заземлите оплетку кабеля, там в точке установки антенны, там метров в 10-15 от дома, и проведете кабель желательно под землей, возможно, заземлите его еще около дома где-нибудь, то, в принципе, мини-вип шуметь не будет. Он просто по своей природе антенна, во-первых, несимметричная, во-вторых, это антенна чувствительно-исключительная к электрическому полю, и поэтому она гребет шумы из ближней зоны, гребет шумы по кабелю. И, в общем-то, в этом-то единственное ее отличие. В тихом месте, если вы не будете гадить на оплетку кабеля какими-то помехами, производительность у этих двух антенн будет, думаю, одинаковая, возможно, даже у мини-випа получше, поскольку там всего-то два транзистора, там, конечно, коэффициент усиления задран довольно сильно, но, тем не менее, там всего два транзюка, и они, я думаю, не будут так шуметь, как у МЛАшка. Так что, в принципе, эти антенны примерно одинаковые. В общем и целом, могло бы этот МЛА-30 вполне можно применять у себя дома. Если у вас есть РТЛ-SDR, то, в принципе, разницы между лучом и випом вы, наверное, вообще не заметите, поскольку РТЛ-К в решении дарекцемплинга сама шумит. Я провел небольшой тест. Я настроился на частоту станции РТЛ-Шеннон в Ирландии, и 24 часа я записывал сигналы на МЛА, отображая координаты самолетов. Вот треки, самый дальний, аж из Монголии летел. А потом я переключился на Рандом Вайер, и уж простите меня великодушно, мне приходили менять счетчик, и поэтому я записал всего 15 часов с Рандом Вайера. Давайте подгоним размеры. Собственно, вот у нас МЛА-30, Монголия, ну где-то вот здесь. Длинный луч, вот. Дистанции, на которых обнаруживались самолеты, примерно одинаковые. Ну, Рандом Вайер у меня каким-то чудом еще зацепляет Европу. Я нахожусь вот-вот здесь, под Ладожским озером. Как видите, небольшая разница в диаграмме направленности на 8 МГц просматривается, но, тем не менее, нету какой-то критичной разницы в дистанциях. Почему HFDL я выбрал? Потому что, насколько я понял из, по крайней мере, черновиков стандарта HFDL, мощность передатчиков в самолетах примерно одинаковая, это 1 кВт. И, как вы видите, собственно, дистанции, на которых обнаруживались самолеты, примерно одинаковые. То есть, МЛА-30 мне может вполне заменить длинный луч. Уровни, повторюсь, абсолютные уровни немного ниже, чем с длинного луча. Что это за артефакт? А, понятно. Немного ниже, чем с длинного луча, но, тем не менее, вполне приемлемая антенка. Можно ее воспринимать как конструктор. То есть, вы за эти 2000 получаете герметичный корпус с клеммами, саму рамочку, 10 метров провода, инжектор довольно удобный, который, кстати, он у вас переносной. Вы можете брать эту рамку куда-то с собой, если вы совсем уж задрот на пикники, и где-то там вдалеке слушать на эту активную антенну, не растягивая километры провода. Хотя, конечно, вдалеке от шумов стоит присмотреться к чему и менее шумному. А так, если вы вешаете ее на стену здания в каком-то городке, то, в принципе, внешний уровень шумов перебивает вот эти собственные шумы антенны, и они незаметны. Ах да, я не договорил. За 2500 вы получаете 10 метров кабеля, удобный инжектор, коробочку и вот эту вот проволочку из нержавейки, которая представляет само полотно антенны. И довольно шумный усилитель, который вы можете, собственно, поменять на свой, когда вы захотите. Вот, допустим, есть антенка Blue Wave. Всего два транзистора. Вы можете это спаять сами. Я собрал некий подобный усилитель, хотя я поставил два вот таких вот каскада и трансформаторную связь сделал. Как вы видели, в одном из моих видео этот усилитель дает примерно такое же усиление, как МЛАшка, но при этом шумит на 10 дБ меньше. Я не знаю вообще, что китайцам мешало сделать вот то же самое. Почему не влепили какой-то стрёмный видеочип? Вот это вот антенна Чавдара-Левкова, это вообще чуть ли не эталон. Как вы видите, она собирается на банальных 2N2222 транзисторах. У неё тоже шумы порядка 2 дБ, даже меньше. Её очень любят собирать, собственно, продвинутые радиолюбители, несмотря на то, что получается коэффициент симметрии усилителя ниже, так как он не интегральный, а параметры транзисторов разнятся сильно. Тем не менее, за счёт низкого входного сопротивления, за счёт продуманных режимов транзисторов, это практически не проявляет в своей работе. Она замечательно вполне работает, отзывы о ней прекрасные в интернетах. В общем и целом, можно воспринимать нашу МЛАшку как просто конструктор, в котором, когда вам надоест, можно заменить усилитель на самодельный какой-то такой. Ну или самому сделать что-то из типа этого и этого, кстати. Если вы не заметили, то вот это вот, по сути, просто половинка от вот этого вот усилителя. В общем, МЛА можно рекомендовать к покупке, если вы, допустим, живёте в какой-то новостройке или высоко, где-то в высоком здании, где вам не кинуть длинный луч. Или вам ТСЖ запретит это сделать, или что-то в этом духе. Если у вас нету большого пространства для полноразмерных антенн, это МЛАшка вполне прекрасно справляется со своими задачами. А уж если у вас RTL-SDR в режиме Direct Sampling используется, то тем не менее, шумы будут не так заметны, так как RTL-ка сама, не слава богу, в этом плане. Тем не менее, я вот эти вот HFDL сигналы ловил именно на RTL-SDR в режиме Direct Sampling и на МЛА-30. Как вы видите, вот из Монголии доставало вполне. Монголия, Европа. Что там у нас ещё, уже не помню, простите. В общем и целом, вполне приемлемая антенка. Вряд ли я её буду пользоваться, так как я сам спаял усилитель, который шумит на 10 дБ меньше. Она у меня поваляется, может я её продам на Авито, хотя я её ещё, наверное, погоняю ради развлечений. Вот такой вот отзыв. На мой взгляд, антенна вполне приемлемая, вполне юзабельная. В ограниченных условиях, если вам не позволяет пространство развернуть полноразмерную антенну. И она определённо лучше мини-випа, в том плане, что вам не нужно искать точку, где напряжённость полей помех пониже. Не нужно заморачиваться с дросселированием кабеля, с его заземлением на какие-то точки, где тоже пониже уровень помех. Она очень удобная в этом плане, вы просто прикручиваете её на стену, ставите какую-то там палочку или иной метр для того, чтобы развернуть петлю, потому что она сама себя, увы, не держит. И всё. Очень-очень удобно. Вот такое вот моё мнение на этот счёт. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»